Итоги уходящего четверга О чем договорились лидеры Жаркие игры В Бобруське стартовал 18-й турнир спасателей Я искренне признателен Пользовался учением руководства города За то, что они продолжают эти добрые традиции За что соревнуются участники Цена проезда В городе усилили контроль за водителями Маршруток и такси За прошлый год на дорогах города Произошло два дорожных транспортных происшествий В которых пострадали люди Что в топе нарушений А также Союзная решимость Лесной налог И школьный обед В учреждениях образования Повысится стоимость на питание Насколько? Расширяя сотрудничество Александр Лукашенко встретился с головой Республики Тыва Президент назвал день историческим Это первый визит делегации в нашу страну Губернатор руководит российским регионом Всего несколько месяцев И активно расширяет партнерские связи Промышленность в Тыве в основном горнодобывающая Там хорошо знают белорусскую карьерную технику Товарооборот уже приблизился к миллиарду долларов Надо закладывать сильный фундамент Под сотрудничество наше Пока показатели внешней торговли Беларуси и Республики Тыва По разным причинам скромные Но есть куда стремиться Есть над чем работать Я хочу сказать, что мы готовы Принять любое решение Прямо сейчас Уверен, что и вы также Вы знаете нашу политику Белорусско-российскую Наши отношения к России С учетом потребностей Республики Тыва И промышленного потенциала Беларуси Особое внимание Думаю, мы можем уделить продукции машиностроения Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли Да и вы можете познакомиться С любым предприятием Для вас открыты двери любого предприятия Будь то оборонное Военно-промышленного комплекса Сельхозпредприятия Промышленности любого У нас от вас нет никаких секретов Промышленная кооперация Возделывание почв и строительство Возможностей для сотрудничества достаточно В ходе переговоров решено Беларусь построит две молочно-товарные комплексы Первые в течение года Участник синдиката В Осиповичах задержали 18-летнего парня За распространение наркотиков У местного жителя обнаружили запрещенные вещества Альфа-ПВП и мефедрон Также правоохранители провели обыск в квартире курьера Там были найдены фасовочные пакеты Весы и деньги Всего оперативниками взяты около 600 грамм Особоопасных психотропных веществ Следователи дали правовую оценку действиям Подозреваемого и возбудили уголовное дело Молодой человек работал на интернет-магазин По продаже запрещенных веществ И был участником преступного наркосиндиката Он получал крупную партию товаров Фасовал его на мелкие дозы И делал закладки Борьба на этот раз не за жизнь В городе стартовал турнир спасателей На кубок председателя Бобруйского горысполкома Соревнования уже давно стали доброй традицией В этом году участие принимают 8 белорусской команд и гости из Нарафа-Минска Первый этап – волейбол Что под силу сотрудникам МЧС В Дворце искусств стартует 18-й турнир спасателей Он проходит ежегодно и традиционно посвящен профессиональному празднику Из-за пандемии в 2021 соревнования отложили Поэтому в 2022 их ждали вдвойне В этот раз среди участников, помимо белорусов И команда из города Побратима Нарафа-Минска Я искренне признателен пользуясь руководству города За то, что они продолжают эти добрые традиции Объединение всех спасателей Благодарен нашим гостям с Российской Федерации Нашим братьям, которые нашли возможность В столь сложных условиях, связанных с пандемией в мире Нашли возможность и поучаствовали в этом турнире На сцене яркое шоу от пожарных и творческих коллективов города Обязательный пункт программы – награждение Почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали За достойный добросовестный труд В зрительном зале лучшие сотрудники МЧС Они приехали за главной наградой Кубком председателя Бобруйского горысполкома Александр Студнев лично приветствует участников И поздравляет с Днём спасателя Начиная от водителя, заканчивая именно профессионалом-спасателем Который каждый день где-то рискует в своей жизни И мы прекрасно понимаем ту ответственную работу, которую они выполняют Первый этап турнира – волейбол Борьба нешуточная, каждый хочет победить Чувствуется и коллективный дух Соревнования – отличная возможность Встретиться с коллегами из разных городов Гродно, Новополоцк, Речица, Минск и, конечно, Бобруйск Здесь же и спасатели из Нарафа-Минска Всего девять команд Спорт, он важен, я считаю, для всех людей Он поддерживается как главой государства Так и вообще спортивное движение, здоровый образ жизни Он популярен сейчас И каждый спасатель, ввиду своей деятельности, должен заниматься спортом, быть спортивным То есть кто-то играет в волейбол, кто-то посещает тренажерный зал Для того, чтобы нам спасать человеческие жизни, все-таки мы должны иметь подготовленность физическую в том числе 18-й турнир спасателей на кубок председателя Бобруйского горисполкома продолжается В пятницу участников ждет пожарный спорт В субботу пройдут соревнования по мини-футболу В этот же день подведут итоги и назовут лучших Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Совместные учения, новый налог и штормовая пятница В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра Что еще ждать от погоды? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Военнослужащие России продолжают прибывать в Беларусь Для участия в проверке сил реагирования союзного государства Планируется провести совместные учения с 10 по 20 февраля Кроме того, отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований В это время усилят охрану государственной границы В Беларуси заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом со второй недели января Увеличилась почти на 4%, сообщает Минздрав Это выше прошлогоднего показателя на 9,6% Чтобы не зародиться, медики советуют соблюдать социальную дистанцию и носить маски В случае заболевания необходимо выполнять указания врача и ограничить контакты В стране ввели подоходы налог в размере 10% для тех, кто занимается сбором и продажей ягод, грибов, меда, орехов и лекарственных растений Но его будут платить не все Внести сумму придется, если общий заработок от реализации даров леса составит больше 6400 рублей В учреждениях образования повысится стоимость на обеды В школах средняя цена двухразового питания для учеников младших классов поднимется до 2 рублей 52 копеек Для старших составит 2,94 Изменения также коснутся детских садов, лицеев, колледжей и вузов С полным списком можно ознакомиться на официальном правовом портале Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на пятницу Местами порывы достигнут 20 метров в секунду По всей территории страны ожидаются метель и гололедица Ночью до минус 7, днем до плюс 1 МЧС рекомендует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленной конструкции Небезопасные поездки В стране участились аварии, где фигурируют маршрутные такси ГАИ Транспортная инспекция на протяжении рабочей недели проводит рейды В Бобруйске только за 4 дня к ответственности привлечены 30 перевозчиков Ольга Васенда о том, какова цена беспечности 10 утра, автовокзал – излюбленное место таксистов Одни машины приезжают, другие уезжают Инспекторы проверяют всех без исключения Смотрят водительское удостоверение, техосмотр, страховку и предрейсовое медицинское свидетельствование Здесь стоять нельзя, знак остановка запрещена, вот и все, предупреждение На первый раз, да? Раньше не было нарушений? Не было, все нормально, 22 года за рулем почти Часто установлены нарушения в отсутствии внешнего оформления В основном это отсутствие плафона опознавателя на крыше Отсутствие на боковых поверхностях полос, желтого цвета, номинание перевозчика, НП на передних дверях По внутреннему это отсутствие визитных карточек, информация о месте нахождения, книги замечаний и предложений В Бобруйске только за 4 дня ГАИ привлекла к ответственности 30 перевозчиков Массовая проверка началась по всей Могилевской области Дорожная милиция делает акцент и на междугородние маршрутки Зачастую они пренебрегают правилами безопасности Расплачивается порой как за проезд, так и за оплошность приходится именно пассажирам Какие меры вы соблюдаете, чтобы безопасно перевозить пассажиров? Ну, во-первых, скоростной режим соблюдаю Ну, правила дорожного движения Кто-то нарушает, кто-то не нарушает Ну, все же люди разные Только в начале января из-за беспечности водителя рейса Могилев-Круглая пострадали 6 человек, в том числе 3 подростка Всему виной непригодные к эксплуатации шины Авто съехало в кувет, где после прокинулось и врезалось в столб Потому особое внимание зимней резине За прошлый год на дорогах города произошло два дорожно-транспортных происшествия В которых пострадали люди Одно из них произошло по вине водителя машинного такси Нарушение ПДД, перевозка сверх нормы, нелегальная прибыль и безбилетники За 2021 в области привлечены к ответственности 916 маршрутчиков Одни проигнорировали сигнал светофора Вторые разговаривали по телефону без гарнитуры Третий сел за руль без прав Четвертый и вовсе позволил себе немного выпить перед рейсом Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Время определить будущее страны В Бобруйске продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Диалоговую площадку на этот раз провели в Механико-технологическом колледже Новации основного закона – значимость объявления 2022-го Годом исторической памяти, повышение социальной ответственности каждого гражданина и защита персональных данных Спикерами выступили глава администрации Первомайского района и депутат Палаты представителей Действительно неподдельный живой интерес говорит только о том, что востребованность, наверное, вносимых изменений волнует нашу молодежь И это отрадно, потому что за ними будущее и то, как воспринимает конституционную реформу сегодня молодежь Но это действительно говорит о том, что молодежь готова к участию в жизни нашего государства Полезным для меня было узнать какие-то новые поправки, потому что я читал не все, выборочно, так скажем Именно важно, чтобы это были именно диалоги, а не монологи И чем больше их будет, и чем больше они будут по охвату, тем лучше Самыми обсуждаемыми остаются темы расширения полномочий Всебелорусского народного собрания Ответственности граждан за свое здоровье, а также сохранение института семьи Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok